В Беларуси объявлен конкурс на создание мемориала в Куропатах. Как будет выглядеть памятник, пока неизвестно. Однако накануне, во время рабочей поездки по Гродненскому региону, президент упомянул, что речь идет о чем-то лаконичном. И вот сегодня сотни людей приехали сюда, чтобы просто привести территорию будущего мемориала в порядок. Что наверняка станет лишь следующей страницей в такой большой и трагической истории Куропат. Впрочем, работа по наведению порядка на земле кипела сегодня не только на окраине столицы. Во многих уголках Минска люди с рабочим инвентарем вышли в собственные дворы, парки и скверы. Наш корреспондент Яна Шибко провела тоже этот уикенд вместе с трудовым десантом. Под соснами урочища они стараются не нарушать уважительную тишину. Меж тем здесь кипит работа. Те, кому не безразлично судьба Куропат, сегодня не ворошат трагические страницы истории. Но облагородить эту землю считают своим долгом. Тем более, в среду за сошедшим снегом есть что убирать. Больше всего удивляют именно вот такие находки, следы уже современной деятельности людей, которые мы находим здесь вместе, памяти. Ни словами, ни криками, а именно тем, что мы пришли, взяли, навели здесь порядок, все убрали. И принесли пользу этому месту и почили память тех людей, которые здесь лежат. Сергей, как и многие меньшане, изо дня в день по дороге на работу видит с кольцевой эти безымянные кресты. Безмолвные символы безвинным жертвам. По оценкам историков, здесь оборвалась судьба до 250 тысяч человек. Равнодушных белорусов едва ли сыщешь. Именно потому сегодня здесь так много молодежи. Это лично моя даже инициатива была. Я вызвался сам. Так что замечательное утро провести в рабочем режиме. Память – дело общее. Сегодня многие, несмотря на погоду, отложили свои субботние дела, чтобы здесь объединить усилия и навести вместе порядок в этом историческом месте. Рядом с молодежью и пожилые люди. А многие и вовсе спонтанно подключились к акции. Те, кто живет неподалеку, не прошли мимо. Место знаковое. Я здесь рядом в Ручье живу. Поэтому пришел помочь. Такой добровольный десант, к слову, помощь профессиональным лесничим окажет нешуточную. 20 гектаров леса сегодня освободили от сухостоя и погибших деревьев. Техникой помог лесхоз. Вся она с облегченным оборудованием. Чтобы максимально аккуратно вести работу и не давить на грунт. Ведь под ногами история. Это колоссальная сегодняшняя помощь. Почему? Потому что довольно большие объемы погибшей древесины, которую нужно очищать. Это лишь первый шаг на пути создания здесь мемориала. О судьбе Куропат общественность вновь заговорила во время круглого стола, который прошел в редакции газеты «СБ Беларусь сегодня». Ученые и журналисты сошлись во мнении. Куропаты, как хатыни, тростенец, заслуживают быть местом общенациональной памяти и скорби. К нам обращаются люди, что пора прекратить всякие политические демарши вокруг этого места, где невинно погибли люди. Государство объявило, что это место будет обустроено, что здесь будет построен мемориал памяти и скорби. В Беларуси объявили конкурс проектов на создание мемориала. Заявки принимают до 26 апреля. В ближайшие дни откроется и счет для сбора средств. Это действительно серьезное дело, которое отвечает, наверное, потребностям сегодняшнего времени, когда просто необходимо уже по происшествию стольких десятков лет после этих страшных событий, и не только конкретно связанных с этим местом, но вообще этот покутный 20 век, он нуждается в том, чтобы в памяти потомков, мы-то сегодня помним об этом, а в памяти потомков мы навсегда внесли вот это вот табу, нет, слово, чтобы, не дай бог, это не повторилось и в 21 веке. Приятно, когда в будущем будет здесь мемориал, буду вспоминать то, как здесь работал, несмотря на возраст, мы все здесь плечом к плечу работаем, убираем это место. Тем временем весенние уборки сегодня прошли в разных уголках страны. Менчане, вспомнив традиции субботников, вышли навести порядок в собственные дворы, парки и скверы. Взялись за рабочие инвентарии студенты, навели лоск на территориях вузов и общежитий. Мы как бы практикуем такие субботники ежемесячно, с приходом весны. Ну, конечно, мусора немножко прибавилось, но ничего. А самые активные минчане сегодня в тандеме с коммунальщиками озеленяли столицу и обновляли детские площадки. Мы сегодня занимаемся уборкой листьев и уже отправили где-то около пяти машин полные. Ну, если не мы, то кто это уберет и будет постоянно каждый год так наполняться. Только в Минске до конца апреля запланированы пять субботников. По словам энтузиастов, поработавших сегодня, не последние – это акции в Куропатах. Кстати, каким будет мемориал в этом сакральном месте, решение тоже будет народным. Отдать свой голос за лучший проект сможет каждый.